Бедный жук. Я жуку подарила мокшу, похоже. Мама дорогая. Один раз был в шок, когда я приехала сюда в Индию. Баба наш. Муха, машин. Типа машинам орать и мухам. Машин, машин. Ну, я как по привычке, как наши там делают бабушки, дедушки, мам, пап. О, муха, значит, надо взять газеты и убить. Ну? А что сделал баба? А что сделал баба? Баба мое такое, что он даже таркань или что-нибудь любое ведет. Он никогда не убивает его. Но берет на руку так, пустой, и бросает. Даже какой-то, если ужасный паук. Да, паук. Я даже смотрю, вот в Индии мышеловки другие. Тут мышеловки, чтобы мышку не поранить. И они потом идут с этой мышеловкой, идут на улицу и выпускают мышку. Просто, чтобы захлопнулась дверка. А у нас мышеловка сразу перебивает позвоночник мышки. А тут, наверное, деревья? Смел, very nice smell. Да, какой-то сладкий запах. Очень сладкий, как будто цветы такие сладкие. А вот еще Ганга, Темпл. Тут очень-очень старая кунда. Я не буду туда. Они садят животные. Но Сашини не хочет в этот храм, потому что там жертвоприношения животных приносят. Он не любит. Мы сами тоже там отдаем барану или там. Когда ты не можешь дать жизнь к кому-то, ты не можешь видеть их. Нет, это тоже есть. Но все эти энергии, которые мы думаем о них. Да. Это очень хорошо. Про Махабхарату, да? Слушай, мне так нравится. Вот видите, когда соберутся, они начинают о каких-то таких духовных вещах говорить, спорить. Даже в такси едешь и смотрю, начинается между таксистом и Саши. Про Махабхарату, Бахагаван, Бог, еще что-то. Про Кришна, Арджуна, Кришна. Сейчас. Это кафешечка любимая. Тоже одна из любимых. Тут Саши все любят кафешки. Рестораны, так сказать. Вот. Ням-ням, ням-ням. Хаури, голодные? Пошли кушать. Позже я мало что. Не ела, а не поел. Ну, пошли поедим. Ты хочешь наряды себе? Что-нибудь там. Обновиться? Ну, это дело хорошее. Да, да. Только нам надо принести подопытного кролика. Я сама боюсь, а мы Саши принесем. Он на все готов. В ухо-чистом он согласен ухи чистить. А там это страшное, страшное дело, как Дели чистят уши. И в Решикеши. Да, да. Ты видела вообще этот аттракцион? Я просто знаю, что это такое. Индийцы не любят ухи чистить после бани, да, ватной палочкой. И у них там прям какие-то углубления с черными точками образуются. Угу. Сэра. Сэра. Каждый день, каждый день чистят уши. Я не понимаю, зачем так много чистить уши. Саши каждый день чистят уши. Ну и все индийцы так же. Не, я тоже чище, но я как не чище, как я ватной палочкой просто промокну. Я же уши с мылом мою. Ну да, да. А я просто не знаю, что многие индийцы вообще не чистят. Да? Да. А мне кажется, они все все чистят. У вас в Саше он такой европейзированный. В Северной Индии еще чуть-чуть другая. Да. Сайрам. Сайрам, Раджу. Это массажист и хлебопек, Раджу наш. Что-то он хлеб нам больше не поставляет. Что-то куда-то он... Может быть... Сейчас вообще никто ничего не делает. Вот эти праздники... Никто не работает. Никто не работает, никто... Все празднуют, все отмечают. Смотри, как они рикшу разрисовали вот этими знаками. На вход уже аж рам закрыт. Только на выход. Людей еще много внутри. Играет музыка. О, как пахнет палочками здесь. Вообще, цвет прекрасный, желтый. Господи, я сегодня перебирала свои шарфы, ну вообще весь свой гардероб. Сколько у меня шарфов. Я какие-то даже, ну шали, шарфы. Я какие-то даже, оказывается, не помню, что у меня есть. Я покупаю, складываю. Некоторые вообще не носила. Увидели новенькую, новую семью. Скорее, говорит, мой магазин. Заходи, посмотри. Ого! Места свободных нету. Переполнен. Мест нету. Представляешь? Есть? Нет? Вверх. А я и не знала, что у них есть второй этаж. Классно. Здесь все компактно. Очень компактно. Поселок самый лучший, который, который я видела. Смотри, как уютненько. Иллюминатор такой. Какой он молодой здесь. Я не видела такую фотографию. Я и здесь не была на втором этаже. Опять же, видишь, знак. Вы приходите, и пространство разворачивается таким интересным образом. Я и таких плясок не видела. Я пошла ручки помою в туалет, ладно? Геляна, там свободно. Иди помой ручки. Там бумага есть? Да, бумага есть в этом. Руки помоешь, и там две сушилки с бумагой. А чего? Йода? Ну, губи манчуриан, форсамбу. What? What you like? What did you do? А, тали, together. It's very good. Давай, also. You want? Да. Да, два тали можно тогда. Угу, хорошо. И здесь оба этажа заняты. И древада здесь 90 стоит. Breakfast 120. Губи манчуриан я захотела. А два больших тали не разрешили. Почему? Потому что тали, они же докладывают, как бы. То бишь, они сказали или четыре мини тали, или нет один. А что вы взяли? Мы заказали, значит, эти, губи манчуриан и зирорайс. Вот. Он заказал один, один, большой тали. Ну, короче говоря, мы сейчас все это, все, все перепробуем. Все окей. Да. Машурум и веточнудлс 220. Здесь даже пицца есть, смотрите. Паста есть. Да, мы делаем дома сейчас. Мы купили печку, делаем пиццу. Очень вкусно. Да. Уж не знаю, но он всегда хвалит. Ваше пиццу кушаем, и когда пойдет. Хорошо. С удовольствием. Вы всегда спрашиваете, что ты хочешь. Я говорю, мама, что это меню? Да, я всегда спрашиваю, что ты хочешь. Он говорит, а продиктуете меню. Я хочу пиццу, и она сделала пиццу. Она сделала очень хорошо. Да. Бог блесит Матер-Раши с хорошими руками. Да, да, да. Я вешаю два, нормально. Но иногда, когда я вешаю слишком много. У нас в Ашраме каждый день вешают мысль дня, пишут, вот, над которой нужно подумать. Слова Сайбабы. Вот на сегодня мысль дня из Прошантини Лоям из Ашрама. Какова роль женщин в построении хорошего будущего для мира? Хагаван с любовью объясняет нам сегодня. Сегодня в мире мы видим беспорядок, насилие и конфликты. Мир подобен больному человеку, страдающему множеством недугов. Какое существует лекарство от этих недугов? Человеку необходимо избавиться от эгоизма, жадности и других плохих качеств и подняться над своей животной природой. Он должен развивать милосердие, бескорыстие, чтобы достичь чистоты. Через чистоту сердец люди достигнут единства, которое приведет к божественности. Обитель человеческой жизни должна быть построена на этих четырех основаниях. Во взращивании этих основных качеств решающую роль играет женщина. Только преданные матери могут подарить народу детей, которые стремятся к великому будущему для страны. Справедливость, женственность и душевный покой – главные качества женщины. Женщины озабочены чистотой и благополучием общества. Хорошей матери важнее хороших жен. Хорошая жена ценится только мужем. Хорошая мать – национальное достояние. Бахагаван Шри Сатя Саибаба. Божественная беседа. Сентябрь 1983 год. Мать поистине Бога. Поклоняйтесь ей и добивайтесь ее благосклонности. Получив ее благословение, вы всего сможете достичь в этом мире. Ба-ба. Ну, большое талии. Маленькие тарелочки. Ну, сколько айтемс? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Ну, я так понимаю, где-то двенадцать айтемс. И плюс вот это еще чатни. Это там пикель, это чатни и это ги. Настоящий. И такой ги никто не кушает там вообще. Почему? Это можно кушать, а там человек танцетует. Но настоящий ги побольше тоже не может. Много нельзя, чуть-чуть. Тора-тора. Дарлинг, может быть, один шпун. Что-то, что-то как-то. Да? Хорошо. А нам вон несут и ложку, и все, и тарелку целую. Я, во-первых, не видела второго этажа, и не видела, чтобы вообще все было занято. Все-таки принесли они, принесли они большое талии для вас. Победила, взяла ваша, ваша взяла. Ну-ка. Ну-ка. Поэтому чуть-чуть мы. Гоби Манчурин, разрешает? Ты разрешаешь ей, Гоби Манчурин? Нет, но с отделением можно обмирать. Немножко пусть. Рис можно. Кёрт-райс ей можно. Вот кёрт ей дай и райса. Пошли на пять минут туда, к Самадзе. Я не знаю, открыто или нет, наверное, закрыто. Там, Самадзе, родители Сайбабы. Ты чего? Ну, здесь везде вот пастору у Пети. Сари мне нравится с такими блёсками. Ну, сейчас закрыто. А? Самадзе, да. Это вот тут Ганеша и справа мама и папы Сайбабы место. А вот здесь, да, очень хорошее Лхаса называется. Лхаса. Вот это вот. Вот где мальчик сидит, вот тут вот. Очень хороший, да. Даже чай тибетский, там такой вкусный, с молоком, солёный. Вообще всё вкусно готовят. Вот здесь была итальянская, итальянский был ресторан. Сейчас закрыт. Сейчас всё, что на туристов ориентировано, закрыто пока. Русский у нас был ресторан. Русское кафе, вернее. Вон у неё, видишь, сколько 100-рублёвых Сари? Вот эти все стеллажи 100-рублёвые Сари. Есть у неё что-то там по 300 где-то. Где? Где вы? Сурат-Сурат-Сурат. Ох, как он помчался с водой. Он говорит в каком-то городе Сурат. Он как видел в интернете с трястью. Продают Сари 10 штук за 300 рупий. 30 рупий, 30 рублей одно Сари. Это вот такие вот сумочки, как вот у меня для моей камеры. Вот такие вот сумочки. Вообще дешёвые тут они тоже. Рупий 50-60. Да. Много магазинов, много едалин, всяческих ресторанчиков. Сейчас где-то полдевятого. Вот такое вот количество людей. Вполне себе много. Елена говорит, что через камеру не передаётся атмосфера. Вообще ничего, да? Атмосфера не передаётся. Вот именно, вот я же тоже, как бы для зрителей это может быть... Ой, это вообще, мне кажется, страшно без косметики. Красавица. И это, я что говорю, для зрителей, они же, которые не были в Индии или в Индии как туристами. И я, которые проживают, да, в Индии, я же вижу, вот, вроде бы, как обычная улица, да, Киев? Вроде бы, как обычная улица. Но тут же намного чище, скажи же. Чем мы будем на такой же примерно улице в Мумбайл. В плане вот чистота там дороги. Там угромные. Дома просто старые. Мумбайл, это чище, что ли? И атмосфера. И напряжения нету. Напряжения, вот даже сам Индии говорит напряжение. Напряжения нету. Чтобы человек на своей скорости пойдёт. Это так же нужно. То есть, вы же сами думаете, ту-ту-ту-ту. То есть, там такое вообще просто воздух напряжения. И даже люди, мне кажется, от этого стали вот такие тоже нервные, что ли? Вот, вот, подозрительные иногда. То есть, повышенное внимание. Вот, на камере кажется, что, как бы, ну, вроде бы там те же улицы, допустим. Ну, типа, там антисанитария в плане каким-то локально, да, как и везде, да, в городах. Но, вот, камера не передаёт, да. Здесь как-то, как будто, действительно, какое-то туристическое место. Ну, я ещё, видите, не была завтра. Это он? Это не он. Он гуляет. Чико гуляет. Деловой. У меня там друг живёт. Собака Чико. Гуляет он, занят. Некогда ему гостей принимать. А где он живёт, эта собака? А вот, я сейчас с мальчиком говорила, это его хозяин. Нет, вернее, это его обслуга. А хозяин Чико. Мне сейчас опять напишут. Отвлекаешься, перебиваешь. А, такое тоже вам пишут? Да. Ну, я, видишь, это на полпути. Ты чего-то говорила, раз я развернулась, стала спрашивать этого друга своего. Знаменитая улица Ирина Хинди. Ирина Хинди лайф. А там вот у нас Абудаби. Скамейка, транзитная пересадка. Там мы сидим, отдышиваемся. Вот. Абудаби. Абудаби. Транзит. Транзит. Сидел сюда. Присядь пока. Передохнем. Да, потому что все вверх, вверх, вверх. Нужно экономить силы. Все. Саши сказал, все. Экипажем покинуть Абудаби. Вверх. Сейчас сразу масло. Ага. Осторожно. Да, мы придем, давай. Дети с утра до вечера играют. А вообще считается безопасной, да, Кутапарти? Нет, еще других. Да. Да. Кутапарти безопасной. Это тоже мой друг. Его зовут Лаки. Он копит силы на ночную службу. Ночью он пойдет работать. Гавкать будет. Неужели работает лифт? Мы уходили, лифт не работал. Ну, какое счастье. Господи, много ли нам надо для счастья? Ну, поехали, загляните. Поехали, заглянем. Ну, пять минут, ребят. Завтра днем на обед придете по-нормальному. А сейчас... Так, поехали. Два. Странно. Очень странно. Слушай, наши мужики отправили, как этих, белку и стрелку в космос. Вернутся, не вернутся, доедут, не доедут. Блин. Очень симпатичные квартирки. Дом такой симпатичный, энергетика такая. И самое главное, что под нами есть водоем. Светлый, светлый дом. А, и терраса мне еще нравится. И водоем есть, понимаешь, вода. Когда во всем фотоапарте не было воды, в нашем доме была вода. Вода в Индии, это очень важно. Сейчас. Отдай мужчинам лифт. Ну, пошли. Зайдешь первая. Он, это у нас... Знаете, только это, типа, Вастушастра. Вастушастра. И вон, туда еще загляни. А что теперь Вастушастра? Пошли, загляни туда. Вастушастра тоже. Круто. Ханумантик. Кстати, вот это вот, что цветное, да, это желтое, там синее. Угу. Мне очень нравится. Мне кажется, это рай. Привет. Завтра она уезжает на два месяца в Варанасе. В Варанасе? В Варанасе на два месяца уезжает. Так, ну, аккуратненько. Тут у меня немножко, может быть, чуть-чуть бардак. Я не знаю, я не помню, в каком состоянии тут я все оставила. О, у вас ванна есть? Да. Но мы ее сами, сами сделали, принимаем каждый день, каждый день. Каждый день. Заши. Да, у нас тут две опочивальни, потому что ему не нужен кулер, а мне нужен. Как тебе эта башня? Смотри, близко кажется по сравнению с видео? Это башня. Это башня, да. Ну, да, да, башня. Но все, кто приходит, говорят, в видео она оказалась дальше. Здесь вот руку протянуть и почти можно дотронуться. Очень близко, и она даже гудит. Ну, самое главное, что это не активизируемая, я думаю. Нормальная башня, хорошая. Нет, я башню говорю, чтобы там это нету, да, у вас? Как я хочу говорить. Все у нас есть. Нет, чтобы там сигнализации. 5G. 5G нету. 5G нету. 5G. У меня это что-то, так сказать, на шитье, на шитье. Видишь, я сшила вот эти вот занавесочки. Это вы сшили? А? Да. Вроде бы. Я только по лестнице не перейду, да. По лестнице можно. Я покажу. Что, боитесь вчетвером, да? Мы поедем первое. А вы идите по лестнице. Так, мы вас встречаем на девятом этаже. Я не знаю. Ну, не все же знают, что... Не все же знают, что два человека разрешается... Вот как-то залезут в шестером и чего? И чего? Кам-кам, кам-кам. И еще один этажик. Красивая, да? Одна еще. Ой, красота. Не бойтесь. Как хорошо, прохладненько тут. Я бы тут спала. Самая высокая точка в Кутапарте. Да, после ужина ему хочется походить, посидеть на свежем воздухе. Он идет сюда. Терраса такая. Конечно, очень. Девятый вечер. Девятый вечер. Девятый вечер. Девятый вечер. Ну все, давайте. Боливар четверых не вынесет. Выезжайте вниз, а я пойду пешком. Ну, обращаться. Обниматься. Обниматься, обращаться. Очень приятно. Да, очень рада, что вы приехали. Давайте. Давай, его верните. Конечно. Пока-пока. Пока-пока. Да. Си-я-туморо. Сай-ра. Так, надо им свет-то выключить. А то тут... Светить будет в окошко. Саши просто пошел им дорогу показать, чтобы они не заблудились. Геллиана говорит. Ну, Акил же индеец, ничего не случится. Но Саши всегда всех провожает. Он боится, как бы не потерялись, не заблудились, не испугались. Вот. Всем вам, друзья, счастья, здоровья, любви в вашем сердце, хороших друзей, хороших встреч, радости, благополучия. Всего самого наилучшего. Всех обнимаю, всех люблю. Всем пока-пока. Так. Мы пришли с Сашей сразу. Зажег, помолился.